Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Розе. Эээ, не-не-не-не, не так, не так. Привет, работяги! Сейчас будем доширачить Альянс Джастис. С вами Некрофил. Поехали! Я приготовил просто невероятное количество акропа. Это кипятка. В мой доширак, чтобы он заварился полностью, чтобы я просто продоширачил это все. Мы этого дождались наконец-то. Система ДКП. Красный шмот в системе ДКП. Каждый член Альянса может зайти в свой профиль на сайте Джастис. Видим, что профиль PS очки 4000. Это буст моего персонажа. Буст 4000 обозначает, что мой персонаж на дне. Он дно. Так, давайте пройдем дальше. Если вы состоите в Альянсе Джастис, вы можете зайти в группу дискорда. Правила сервера. И там увидите нововведения, которые пришли 26 сентября. Вы там увидите, что нужно фармить боссов 140 в неделю. Из 140 боссов, 70 боссов. Это эпических. Видим тир по грейду. Третий тир. Это я. Дно. Ярановские скиллы и вещи от 4000 PS. Ребята, не путайте, пожалуйста. ДКП. Вот, ПТС и ПС. ПС. Это буст вашего перса. Это коллекции. Всего карт класса. Всего гатионов. Количество красных карт агатионов. И так далее. Фиол. Ваша защита. Снижение и сопротивление умений. Печать души, пробуждение души монстров. Вот. Вы можете видеть мои статы. Это 4000 PS. Я на дне. Я считаюсь дном. С введением новых правил. То, что 4000 PS. Я могу претендовать на герант скиллы и выше. Вот 4000 PS. Но, Леона вторая получилась в очень невыгодном положении. Потому, что последствия недоваренных Макарон. То, что он слинял сервера. И на сервере закрылось больше 120 боевиков. Было все хорошо. До того, как Макарон не прилетел на Леону вторую. В начале трансфера. Нас было где-то примерно тех активных людей на Леоне второй. Где-то 100 человек. И это было офигенно. Но, а сейчас нам тесно. И люди понимают, что они в поле больше нафармят. Чем будут ходить на тех же боссов. И с водом PS системы. Какой бы ты активный и охуенный парень не был. У тебя нет буста. Но ты хочешь получить крутую вещь. Ты ее не получишь. Почему? Почему ты ее не получишь? Одна легкая причина. Вчера собрание. И на этом собрании объяснили, что если ты хочешь получать что-то от Альянса. Ты должен вложить в себя. Я просто понимаю, что я с четвермя отвинами. Я больше синьки фармлю. Один фиг синька идет в алхимию. И не важно, какая синька нужна в алхимию. Главное. Грейт заточки этой синьки. То, что происходит. Но, как мне сказали, я могу не ходить на боссов. Я обязан посещать клановые мероприятия. Это как зоу лидера Альянса, что нужно явиться на того или иного РБ. Там, ПВП. Но если мне не нужны вещи. Тут так четко и написано. Клановые мероприятия, такие как осада, замка, клановые катакомбы, некрополь, боссы Биоры, боссы Тои, остров пробуждения, считаются важными и требуются обязательного присутствия всех участников Альянса. Во время проведения клановых мероприятий, участник Альянса должен находиться в голосовом канале Альянса и получать команды батл лидера. Участникам Альянса запрещено, так это неинтересно, вот, участники Альянса на свое усмотрение могут пропустить фарм полевых боссов, в случае если это не требует батл лидер или другие ответственные лица. Синий дроп распределяется рандомно. Эти новые правила про ДКП системы будут действовать с 9 октября 2022 года. Это именно Леона 2, за другие сервера я ничего не мог бы сказать. Для того, чтобы понять, нужно тебе фармить этих боссов или не нужно, хочешь ты войти в эту ДКП систему, ты переходишь по ссылке, в том же разделе, где ты читал вот эти правила и нововведения по ДКП, по красному шмоту и распределению. Видим, тоже тут есть эта табличка. Если ты хочешь найти, к примеру, мне нужен до сих пор скилл замешательства. Ты нажимаешь комбинацию клавиш Ctrl F, открывается найти на листе. Может у тебя будет по-другому. В этой строке вводишь половину слова. И видим, что скилл замешательства входит в эту категорию. Но я не понимаю, откуда взята цифра 140 боссов, которых, ну ладно, 140 боссов в неделю, это ладно, но 70 эпических боссов. Я попытаюсь сделать таблицу вот появлению время, потому что это нереально. Я посмотрел по Леоне 2, то что там сколько убито боссов, хотя бы взять за 8 недель. 70 эпических боссов убивало 5 человек. 5 человек, Карл, из 100. Из 100, 5 человек входят в 70 убитых боссов в неделю. Есть всякие плюшки, типа PvP активность, кто попадает в топ 100 по PvP активности, тому там какие-то привилегии. Но я не вникал, потому что я и не туда не попадаю, и не сюда не попадаю. Я как бы фри игрок, играющий в одно окно, то вы сами понимаете, что я могу и чего я стою. Вот я сделал табличку этих эпических боссов, которые должны вы выфармливать неделю 70 штук. Видим 100% боссы появления. Я уже не беру Рамдал, Мордил и Кирнона, потому что я там не тяну, я там бесполезный. Я беру Нормуса, Нормуса, Муфу, Силу, Укабуну, куда я могу попасть, и там Ландор и так далее. Их получается РС в день, 18 боссов. Если подумать логически, это где-то ты должен уделять в день, каждый ебаный день, 12 часов Альянсу. Есть поблажки тем, кто бегает, гангает и участвует в PvP. Но это к топовым игрокам идет речь. Вот эта система, она убивает просто все. Малыши, вроде меня, я не вижу смысла фармить боссов, любых боссов, потому что синька копеечная. Раньше как бы был смысл фарма этих боссов, это ради синьки. Да ну и сейчас можно ради синьки их фармить, но из-за того, что нас стало очень много на Леоне, то это такое. И был шанс, что я получу какую-то краснуху, возможно. Но так как я подхожу по PS очкам, но из-за того, что я максимум уделяю Альянсу 7 часов в день, я не войду по лимиту этих боссов. Но это только первая система, первые введения, которые были, и они будут изменяться в дальнейшем. То рано о чем-то говорить, но в целом будет все так. Может уменьшиться количество боссов, но я не уверен, потому что им нужен мотиватор, им нужен рычаг, который их заставит ходить на боссов просто 2.4 на 7. Это должен знать каждый. Вот это что я только что рассказывал. Кто хочет вступить в Альянсе, я уверен, процентов 30 людей просто не понимают, что и как по камести. Ну они разбираются, потому что судить по ДКП, когда она ввелась для синьки, то люди когда вкурили, что лучше фармить эпиков, потому что за них очень много дают очков много. Трех ночи до шести утра просто людей не стало, они куда-то исчезли. И персонаж 5С, он наверное улетел на трансферах, он просто забирал мелких боссов, потому что никого ночью не было. Люди привыкают, они находят лазейки, они понимают то, что и как. Людям нужна мотивация. Пускай дают мотивацию. Потому что как бы я, как они говорят, они ничем не обязывают. В данный момент эта система, она просто убивает какой-либо интерес что-то делать. К сожалению, это так. И никаких угроз там типа Кикс Альянса, из-за того, там не нравится, иди куда-то дальше. Увидим, к чему это приведет, если так пойдет дальше. Но как тут проводятся вот эти собрания, то я думаю придут к какому-то консенсусу, и будет все хорошо. Если информация была полезна для вас, подписывайся на канал, ставь лайки. С вами был Розаев, всем до новых встреч.